Сергей Иванович Сухоносов, ну вы уже, профессиональный кандидат в науке, член Московского Космического Клуба, место человечества в иерархии космических цивилизаций. Мне дали 15 минут, поэтому придется голосовать по Европе, включайте слайды. Где-то летом Александр Ильич позвонил, мне по телефону и сказал, Сергей Иванович, можете придумать какую-то концепцию добрых инопланетян? Потому что слишком много сейчас всяких злых инопланетян показывают, честно говоря, мне эта идея показалась смешной, забавной, потому что никогда инопланетян их серьезно не думал, но, как говорится, мозг заработал, и в конце концов, вот что получилось. Единственный объект, который мы можем рассматривать серьезно, цивилизация, который превращается, с нашей точки зрения, в космическую цивилизацию, это мы сами, земная цивилизация. Других у нас данных нет. Поэтому давайте проанализируем, какие здесь могут быть этапы развития. Первый этап – это планетарный, второй этап – это переходный. Сегодня мы сейчас находимся в стадии переходного периода, когда мы вылазим в космос, да, и следующий, когда мы станем настоящей полноценной космической цивилизацией. Что значит космическая полноценная цивилизация? Значит, мы будем жить не на планете уже, а в космосе. Дальше. Вот этапы скачки развития цивилизации во Вселенной. Следующий слайд. Значит, естественно, надо предполагать, что переход в космическую фазу, в третью, да, будет спровождаться большим технологическим скачком. Что невозможно нашими земными технологиями выйти и стать космической цивилизацией. Это как бы априори, я считаю, аксиомой. Следующий слайд. Если мы предположим, как это будет происходить, то стоит обратиться к истории. Сто лет назад, в 1900 году, было дано задание, как бы художникам представить 2000-й год. Вот что получилось. Понятно. Следующий слайд. Вот так, вот что. Следующий слайд. Это 2000-й год. Это мы с вами. Следующий слайд. Понятно, да? Следующий слайд. Значит, вот мы сейчас представляем себе будущее на сто лет вперед примерно так же, как наши, так сказать, предки представляли себе наше время. Понятно, что это смешно. Поэтому никакие наши фантазии, даже самые смелые и безумные не сравнятся с тем, что будет через сто лет. Просто история человеческой цивилизации показывает, что любые сказки о коврах-самолетах, любые фантазии и прочие вещи ничто по сравнению с реальными успехами развития нашей цивилизации. Поэтому можно спокойно отпустить наши фантазии. Что бы мы ни придумали, все равно это будут такие же смешные вещи через сто лет. Давайте отпустим. Посмотрим, на чем мы можем переться. Мы можем переться на историю развития цивилизации. Ну, например, транспорт. Как он развивался? 5 километров в час, скачок 20, скачок 100, скачок 1000, скачок 40 тысяч. То есть очевидно, что развитие шло скачками. Предположить, что дальше развитие будет идти такими же, так сказать, ракетами, ну, смешно просто. Значит, будет скачок, и скорость вырастет, допустим, выше скорости света. То есть мы можем смело предположить, что нас ждет очередной скачок, а не развитие ракет. Так это? Дальше. А если будет скачок, следующий слайд, то, соответственно, инопонятные цивилизации могут прилетать к нам почти мгновенно на каких-то НЛО из любой точки галактики. Для них это просто ничто абсолютно. Поэтому они нас посещали, посещают и будут посещать. Следующий слайд. Теперь средства связи. Значит, пешеход, гонец, на лошадях, на поездах письма, наконец-то скачок мощнейший, и появилась, наконец-то, радиосвязь. Мы считаем сейчас это фантастически быстро, эта скорость света просто в километрах в час специально сделана, 10,9 километрах в час. Очень быстро передается, мгновенно передается сигнал, да? И мы предполагаем, что и дальше будет с такой же скоростью передаваться сигналы между инопонентными цивилизациями. Почему? Ну, потому что для нас это предел. Это все равно, что предполагать, что почту будут на мавшущих, так сказать, птицах разносить. То есть смешно. Никакого предела здесь нет. Будет скачок, и через информационное поле Вселенной, мои расчеты предварительные показали, что скорость будет не бесконечная, но очень большая, примерно такая, что сигнал информационный с одной точки Вселенной в другую точку Вселенной будет проходить за одну миллиардную долю секунды. Ну, для нас это не бесконечно. То есть скорость будет мгновенная. Следовательно, если есть другие цивилизации, а мой предыдущий доклад как раз к этому и подводит, то эти другие цивилизации распространяют информацию по всей Вселенной мгновенно. Ну, и мы тоже, если мы умомем что-то, тоже распространяем. Вопрос, почему мы эту информацию как бы не впитываем, почему мы ее не слышим? Вопрос смешной. Вы сейчас слышите радиостанцию «Маяк». Кто-нибудь поднимите руку, кто слышит радиостанцию «Маяк». Вот один человек, он там в углу, как-то воспринимает радиостанцию «Маяк», а остальные не могут. Хотя электромагнитные волны нас пронизывают, информация идет, но мы ее не слышим. Почему? Потому что нет у нас приемника в голове, который воспринимает эту информацию. Точно так же мы не воспринимаем информацию других цивилизаций, потому что мы не имеем приемника в голове. Вот появится приемник, и мы услышим. Некоторые пророки, гении, таланты, они улавливают эти сигналы, потом нам о них рассказывают, передают нам информацию в силу своих мозговых способностей. Иногда это искаженная информация, но что есть, то есть. Таким образом мы предполагаем, что нас ждет большой скачок, и здесь, в следующих словах. Теперь возникает вопрос, с кем мы можем общаться в космосе, с какими другими цивилизациями. С планетарной, которая ходит с дубинками на мамонтов? Нет, нам это неинтересно, и нет средств. С такой же, как мы, которая только-только рождается, посылает электромагнитные импульсы, ну, понимаете, на переходной стадии это мгновение по сравнению с жизнью космической цивилизации. Это так, шик, и все, и все. И поэтому вряд ли мы будем общаться, тем более, что программа сети, которая была потрачена огромное количество средств, так ничего не дала. Никаких электромагнитных сигналов нет. Значит, мы будем общаться с космическими цивилизациями совершенно на другом уровне. На каком? Следующий слайд. Во-первых, надо разобраться. Космические цивилизации, кто они для нас? Чтобы разобраться с этим вопросом, мы предположим, честно теоретически, что они могут быть к нам нейтральные наблюдатели, враждебные хотят захватить нашу планету, и наставники дружественные. Ну, не буду рассматривать вот эти первые две версии, потому что их и так рассматривают без меня достаточно много людей. Посмотрим на третью версию все-таки, дружественные, да? Следующий слайд. Прежде чем рассмотреть этих дружественных цивилизаций, давайте подумаем вот о чем. Насколько они вечны, как они долго живут. Давайте так вспомним, что у Вселенной ничего вечного нет. Сама Вселенная родилась, большой взрыв, и когда-нибудь она сколлапсирует. Галактики, вот тут реальные фотографии, вот они рождаются, это реальная фотография, вот здесь реальная фотография взрыва, М82. Звезды рождаются, и они взрываются, это карбовидная туманность, например. Планетная система рождается и погибает. То есть ничего вечного нет в следующих словах. И поколение, и из поколения люди тоже, так же, как все живые существа, рождаются и умирают. Значит, можем ли мы предположить, спасибо. Это минута за ваш счет. Можем ли мы предположить, да, что внеземные цивилизации живут вечно? Вот я бы хотел, чтобы проголосовали мы за то, что внеземные цивилизации, или они так же рождаются и умирают, или за то, что они живут вечно. Кто за то, что внеземные цивилизации рождаются и умирают? Поднимите руки. Ну, мне не дадут соврать, что большинство. Таким образом, вот они родились и умерли, и у них есть конечное время жизни. Теперь следующий слайд. Но какое время жизни мы можем предположить для этих цивилизаций? Давайте сделаем модельный такой расчет. Вот человек 9 месяцев в утробе, часы в процессе рождения и потом 75 лет среднего возраста жизни. Видите, так сказать, тут постепенно стареем. Но мы здесь с вами большей частью вот здесь находимся, к сожалению. Вот. А если взять развитие земной цивилизации, планетарной цивилизации 40 тысяч лет, ну, начиная от первых рисунков там в пещерах, то пропорционально это будет возраст 4 миллиона. То есть они живут в земной цивилизации 4 миллиона лет. Если взять 10 миллионов лет с момента появления первых людей прямоходящих, это тоже такой загиб, конечно, то тогда 1 миллиард лет. Таким образом, минимально 4 миллиона, максимально 1 миллиард лет. Такая средняя продолжительность жизни внеземных цивилизаций в космосе. Теперь предположим, что вот они живут хотя бы там 4 миллиона лет. Мы за 100 лет как развелись? Теперь предположим, за 1000 лет. За 100 тысяч лет как они разовьются? Представляете? То есть невероятно. Нам вообще нельзя это представить. Поэтому возможности их просто для нас умопомощительны. И мы о них ничего об этих возможностях не знаем. Только можем догадываться. Следующий слайд. Вот. И тут возникает вопрос. А если они временно живут, то у них единственный способ, какой продлить свое дело? Дети. Дети, потомство. Единственный способ продолжить дело, это оставить потомство. Других способов нет. Ну вот потом вы расскажете в своем докладе. Я пока других способов не знаю. То есть мы с вами оставляем нашим потомкам наследие. Дома, квартиры, знания. В первую очередь знания, конечно. И мы впитываем эти знания. Точно так же и другие цивилизации земные. Там Вавилон, Египет оставили наследство Греции. Греция оставила наследство и нам, и западной цивилизации. То есть идет эстафета передачи из поколения в поколение накопленных знаний. Другого не дано. Значит, тогда можно предположить, что существует эстафета космических цивилизаций. Такая же. Хотя здесь вопрос, но я думаю, что есть эта эстафета. А раз так, то есть космические цивилизации, которые заинтересованы в том, чтобы земная цивилизация переняла эстафету от них и пошла дальше. Таким образом, мы можем предположить, что наша цивилизация является планетарной, что это внутриутробная фаза развития, что мы сейчас выходим в космос. Когда мы родимся, то мы получим по эстафете наследие от каких-то наших родителей. Одного, двух, трех, неважно. Я не знаю, насколько там все это так, как у нас тут. Но так или иначе, мы получаем уже это наследие, информацию. Но мы получим еще больше, и мы станем полноценной космической цивилизацией, когда родимся. Следующий слой. Возникает вопрос, а когда же нас зачали, нашу планетарную цивилизацию? Здесь опять я не стану специально выбирать одну из версий. Версий много. От пансермии, первая клетка, 3,5 миллиарда лет назад, когда, говорит, что заселили планету жизнью. Это самая крайняя точка зрения. До последней точки зрения, что они прилетели на НЛО, опустились, деградировали. Теория деградации очень подходит, ваша, товарищ Билов. И стали такими обезьянами, которые стали развиваться опять от первого топора. Неважно, как это происходило. Важно, что мы являемся наследниками этой космической цивилизации. Как они туда передали нам информацию, как они стимулировали развитие жизни. Может быть, не они, может быть, жизнь появляется и без их помощи. Они потом просто информационную матрицу нам передают. Это вопросы, на самом деле, для нас абстрактные. Разно другое, что мы являемся наследниками. Более того, мы являемся уникальными наследниками. Наша цивилизация неповторима, так же, как любой человек, который рождается, он неповторим. Наш Бетховен, Толстой, Чехов, Циолковский – это все наше. И такого не было никогда, и больше не будет. И у нас есть какая-то своя задача в этом мире вселенском. И есть своя миссия, и свой путь. И мы создадим нечто такое, чего этим другим цивилизациям, которые сейчас там взрослые в космосе, и не снилось. Потому что мы молодые, мы только рождаемся. Вот такая точка зрения. Следующий слайд. Итак, подведем итоги. Существуют космические цивилизации. Все рождается, все умирает. Обновление идет за счет смены. Предки помогают появиться потомкам. Новые поколения более развиты. Наша цивилизация идет на смену. Мы лишь готовимся стать космической цивилизацией. Главная задача – зарушить развитие человеческого организма. Контакт с другими цивилизациями начнется лишь после полного формирования земного младенца и родов. До родов контакт с другими цивилизацией будет минимальным, близким к нулю. Для нашего же блага. Следующий слайд. Понятно почему, да? Дальше. Теперь возникает вопрос. Почему мы не видим других цивилизаций? Если мы их не видим, они не существуют. Так бы думали кроты, которые бы думали. Есть ли люди или нет? Мы же их не видим. Но они-то существуют. Мы-то существуем, хотя нас не видят кроты для кротов. А также мы их не видим. Почему мы их не видим? Вот тут у меня есть одна интересная версия, которая не настаивает, что она правильная. Просто такая, знаете, как бы умозрительная версия. Что мы находимся в состоянии как бы внутриутробного развития, как цыпленок в скорлупе. И мы эту скорлупу еще не пробили. Поэтому мы находимся в состоянии развития внутри этой скорлупы. Мы видим вещественную вселенную, мы не видим информационную вселенную. Поэтому, находясь внутри этой скорлупы, мы не видим ничего. Как птенец не видит птичьего двора, находясь внутри скорлупы, так мы не видим этих космических цивилизаций. А спрашивается, а надо ли нам их видеть? За ним вопрос, надо ли птенцу в скорлупе видеть куриц, которые бегают там, солнце, которое светит? Совершенно не надо. Так ведь? Так природа предусмотрела, что это рано еще. И до тех пор, пока мы не разовьемся, следующий слайд. А, назад верните. Извините, назад можно? Да, еще вперед. Вот так. Итак, у нас всего две задачи. Развиться дальше до зрелого плода. И второе, пробить скорлупу, вступить в контакт. Следующий слайд. Что за скорлупа? Давайте подумаем. Вот как бы в свое время эту скорлупой материальной, так сказать, была... Наша неспособность видеть Вселенную целиком. Следующий слайд. Она вот такой оказалась. Теперь мы считаем, что это вся Вселенная. А может быть, это не вся Вселенная. Следующий слайд. Мы видим только вещественную Вселенную. Не видим информационную Вселенную. Следующий слайд. И вот тут картинка, которая показывает, что вся наша метагалактика, вот эта вот метагалактика со всеми миллиардами галактик, это наша планета, это всего лишь вещественная скорлупа, в которой мы сейчас живем. А вокруг нас существует не вещественная, а Информационная Вселенная, которую мы не видим Вот когда мы ее увидим Тогда мы начнем, так сказать Пробьем скорлупу От этого невидимого мира И попадем в тот самый мир В котором мы будем общаться с другими цивилизациями Тогда контакт будет возможен Следующий слайд Ну тогда наступит светлое будущее Для всего человечества Все, я ложусь А, еще три минуты есть Вы меня загнали прям в темп Эти три минуты я посвящу таким Довольно-то смешным аналогиям Когда мы мечтаем о том, что мы Освоим другую планету, например Марс Я это представляю так Цыпленок, которому стало тесно внутри скорлупы Он думает, сейчас я отсюда вылезу И займу другую скорлупу Другое яичко Или когда мы думаем, вот нас захватит Нашу планету, да, какие-то другие цивилизации Это все равно, что цыпленок думает А почему я тут сижу Вдруг ко мне кто-нибудь прилетит Вытолкнет меня из этого яйца И залезет внутрь То есть понимаете, вот все наши страхи По поводу того и нашей мечты Освоения и прочее Они основаны на нашем Вот этом бытие планетарном Если мы фантазию отпустим Я скажу, хоть чуть-чуть Вперед То мы представим себе Совсем другой мир Совсем другую вселенную Совсем другую жизнь Но тут придется смириться с тем Что мы, несмотря на всю нашу могущесть Наши, так сказать, конфликты Геополитические и прочее Являемся, более всего, младенцем Потому что даже не родившимся Потому что, как-то очень странно Мы такие могучие И вдруг навсего не родившиеся Вот эта вот мысль, она, конечно Очень с трудом воспринимается И осваивается Но, как некоторая версия Новая дружественных нам цивилизаций Александр Евгеньевич Я думаю, это приемлемо Спасибо за внимание Спасибо большое Нет, нельзя В кулорах Спасибо за внимание Спасибо за внимание Спасибо за внимание Спасибо за внимание